Украинские атомные станции стремительно стареют. Срок эксплуатации атомных блоков сразу на нескольких предприятиях подходит к концу. Об этом заявляют специалисты. Уже через три года с такой проблемой столкнется и Запорожская АЭС. Как намерены решать эту проблему специалисты Запорожской атомной в нашем первом сюжете. Время че для первого блока Запорожской атомной станции декабрь 2014 года, когда полностью истекает срок его эксплуатации. Через год с такой проблемой столкнется и второй блок АЭС. Так что всего три года осталось у страны, чтобы определиться, сохранять станцию для работы или отказаться от нее. Для руководства Запорожской атомной так вопрос не стоит. Они уверены, что смогут продлить срок эксплуатации блоков. Уже сегодня в эту программу вкладываются миллионы гривен. На сегодняшний день те работы по основному оборудованию, которые были проведены на станции, на первом блоке, на втором блоке, показали хорошее состояние основного оборудования, что является гарантией того, что мы получим все-таки возможность работать еще несколько десятилетий. За эти годы придется решить не только ряд технических задач, но и найти деньги на их реализацию. Суммы огромные, даже для государственного бюджета. Основные средства должна будет аккумулировать компания «Наэкэнергоатом», которая содержит украинские атомные станции. Без прямых субсидий с госбюджета деньги на продление сроков эксплуатации атомных блоков можно будет найти только за счет увеличения тарифов на электроэнергию, уверены атомщики. Тот тариф, который будет принят под эту задачу, увеличение тарифа крайне необходимо, и этим занимается компания, и за этим занимается министерство. Увышение тарифа – это нагрузка на население сразу ложится. Поэтому тут нужно балансировать, чтобы население себя чувствовало достаточно комфортно и с тем, чтобы можно было вытянуть программу продления ресурса. Думает на Запорожской атомной и о совсем далекой перспективе. По словам Вячеслава Тищенко, уже сегодня прорабатывается вопрос возможности строительства новых атомных блоков на площадке Запорожской атомной станции. Я думаю, что речь о строительстве нового блока будет идти только серьезно. Только в том случае, когда мы начнем снимать с эксплуатации первый, второй и далее. То есть общее количество блоков на полуострове действующих блоков не будет увеличиваться. Просто будут замещаться старые блоки новыми. С тем, чтобы общий баланс сохранился. Пока в Украине сроки эксплуатации блоков продлены только на Ровенской атомной станции. Это решение было принято в прошлом году. Следующие на очереди – Запорожская атомная станция и Южноукраинская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова